Экзамен для чиновника. Сегодня заместитель главы администрации Чебоксар полтора часа отвечал на вопросы горожан. Звонивших интересовала строительная тема. Когда будет сдан тот или иной дом? Всегда ли строители получают разрешение на работу? И кто решает, где и что строить? Несколько звонков поступили по поводу затянувшегося строительства дома на улице Гражданская. В ближайшее время участники долевого строительства будут приглашены в мэрию. Не в первый раз звонят жителям микрорайона за супермаркетом «Лента». Их интересует, когда же будет проведено благоустройство прилегающих территорий и запланировано ли здесь строительство образовательных учреждений. Ни одна телефонная линия не обходится без вопроса о строительстве на месте снесенного дома по улице Петрова. Как вы приняли решение о возведении такого 15-этажного здания на таком маленьком, небольшом, скажем так, качке земли? На что опираясь, вы приняли такое решение? Ну, вопрос, по большому счету, связан с окупаемостью данного объекта. Значит, данный объект строится исключительно на внебюджетные средства. То есть, за счет строительства дополнительных площадей жителям аварийного дома, а их там 265 квартир, предоставляется безвозмездно. То есть, из этих 380, 160 квартир строится за счет продажи оставшихся квартир. То есть, фактически, там себестоимость, она очень высокая получается, порядка 45 тысяч только себестоимость. Понимаете? Можно построить меньше площадь, да, но тогда себестоимость будет там 1060-1070. Жители Чебоксар волнуют, не опасно ли строительство жилого комплекса «Алые паруса». По словам Анатолия Павлова, технологии позволяют возводить жилые дома на таких землях без опасений. Интересовались звонившие тем, когда будут расселяться дома в районе улиц Константина Иванова и Красноармейская. Этот вопрос необходимо задавать застройщику. Именно строительная компания определяет сроки перенесения на территории. Почему меняется схема строительства образовательных учреждений в микрорайоне Финская долина? Алло. Алло, вот у меня по Финской долине вопрос. Раньше схема в интернете стояла другая. Там школа была рядом с садиком. Сейчас вывесили другую схему, теперь рядом с садиком жилой дом. А школа там, где сады. Где-то сто процентов, значит, мы понимаем, что сады вряд ли будут выгонять оттуда. Вряд ли будет школа вообще в Финской долине, да, теперь получается? Значит, действительно, такой проект планировки предоставлен на рассмотрение. Садик был лучше, если честно. Я понимаю. Этот проект планировки находится на рассмотрении. Мы пока его не утвердили. У нас те же самые вопросы возникают, что школу сейчас перенесли в соответствии с новым проектом планировки. И нас это тоже не устраивает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!